Сегодня поговорим о результатах, потому что все время поступают такие вопросы, может быть это вранье, может вы, Ольга Ивановна, деньги даете тем, кто говорит. Каждый человек по-своему подходит, особенно если люди больные, конечно, они будут всякие представления себе в голове рисовать. Ну, конкретный сегодня результат у пациентки с ее мужем, у которого какое заболевание? Сахарный диабет. Сахарный диабет второго типа? Да. Второго типа. Сколько лет уже сахарный диабет был до того, как начали работать? 14 лет. 14 лет сахарный диабет. Это доктор, то есть это наш коллега, который пришел к сахарному диабету второго типа. И когда его жена начала с ним заниматься лимфатическим массажем, какое у него было отношение к этому всему? Ну, отношение несерьезное было. Как он говорил, ты погладь, да? Да, гладь, гладь, мне приятно, да и ладно. Вот. И какие же первые изменения у него начались в теле? Первые изменения это то, что прошел шум в ушах. Он стал все меньше и меньше и потом вообще исчез. Это, конечно, шокировало его сразу. Конечно, исчезновение шума в ушах. Да, сразу стало. Очень быстро идет. Через какое время, немножечко помните? Ну, месяц прошел. Конечно, значит, это было где-то вот полтора месяца. Полтора месяца. За полтора месяца? За полтора месяца шум ушел, но занималась я очень серьезно, занималась каждый день. Начинала все постепенно, потому что это как бы тоже боялась каких-то резких перемен. Вот, не знала еще, какой вот результат. Затем, кроме лепатического массажа шеи, головы, мы каждое утро, это был массаж, сухой массаж перчаткой. Умничка. По лепатическим линиям. Каждый день. Умничка. И добились мы за, вот буквально за пять месяцев, прошли отеки на ногах. Отеки были просто большие, ну, серьезные отеки были, потому что обувь не мог носить. То есть, внимание, паховым лимфатическим узлам. Да. Достаточно. Значит, лимфатический узел с левой стороны паховый был огромный. Сейчас он нормального размера. Валюшка, давай еще. Затем ушла, значит, боль. У него была боль, это левая... Тазобедренный сустав. Тазобедренный сустав. Была боль, сейчас забыли. Нога стала ровно, он стал ровно ходить. Не прихрамывает. Коленный сустав. Левый коленный сустав? Левый. Прошла боль, нету. То есть, в норме сейчас... Убрав лимфастаз пахового левого лимфатического узла, мы получили возвращение левой ноги в нормальное состояние. Да, восстановили полностью, да. Затем, значит, сейчас практически, практически не видно, это грыжа белой линии живота. То есть, была огромная. Сейчас просто он каждый день ее как бы трогает и говорит, ты посмотри, какая маленькая. Нормализовался стул, при том, что заборы были лет 10. Что-то еще вы добавляли к лимфатическому массажу? Фитотерапию какую-то? Мы добавляли, значит, пропитки виватонам. Пропитки виватонам, да. Ежедневно это было желе? Нет, мы делали сначала, это экстракт виватона. Так. Это экстракт виватона, который был примерно месяц и через день. Угу, отлично, через день отдыхали. Все-таки денек, я так и прошу. Да, экстракт виватона делали. Потом мы перешли два раза в неделю. Вот, сейчас мы в последнее время делаем раз в неделю. Раз в неделю. Угу, отлично. 10 килограмм минус веса. 10 килограмм, это считаете мы диету каким образом подкорректировали? Диету не откорректировали. Вот, даже без диеты. Он с тех людей, которые делай мне что хочешь, я ничего не буду делать сам. Ха-ха, ну так большинство мужчин и так любят, да? Сейчас, конечно, если какой-то один день, какую-то процедуру не проведем, там, в силу каких-то обстоятельств, как, ты что сегодня делать не будешь? То есть, это даже его страшит, он привык уже так комфортно себя чувствовать. К легкому состоянию. К легкому физически стал работать, даже сын говорит, тормози его немного. То есть, вы влюбились в ежедневные мероприятия, да? Конечно, конечно. Как вот без них жить? Мы должны их делать на уровне профилактики сахарного диабета. А мы уже все вляпываемся в это, потому что своим телом не занимаемся. Если бы еще пациент немножко подключился, может, вообще? Вот, ну я надеюсь, пациент подключится, да? Медиков, конечно, сложнее всего, да? Вот, поэтому мы встречались 40 лет окончания института, и все-таки очень многие болеют. Серьезно, мои коллеги болеют, потому что они вот этот аспект подключения себя к работе, они его пропустили, к сожалению, да? Ну, тогда всем нам удачи, и слава Богу, у нас есть возможность подключить себя к лечению, и мы получаем тогда результат. Работаем на результат. Да, надо работать. Только надо работать. Спасибо. Так, при проблемах зрения мы говорим о том, что идет лифостаз в носогубной области. Поэтому рекомендуется лимфатический массаж. Вот мы сейчас спросим нашу даму, которая имеет эту проблему лимфостаза верхнего, и посмотрим на ее результат. Значит, что изменилось за время проведения лимфатического массажа? Сколько времени у нас уже занимаетесь вы лимфатическим массажем? Как услышалось, да, посты, ну, наверное, недели две. О, всего недели две. За две недели мы получили где результат? Что освободилось? В глаза. Задача-то была освободить лимфостаз в глаз, да? Да. Какой из... Ушли главные боли. А, головные боли за две недели ушли? Да, да. Правда, что ли? Нет, нет, нет. Правда. Пациенты говорят, там, наверное, вы кому-то заплатили, и они говорят, что головные боли ушли. Нет, пациентка говорит, я никому ничего не давала. Да, да, да. Поэтому на самом деле... Плюс утром я вставала всегда с головной болью раз, плюс я не могла, например, если я что-то пыталась прочитать, у меня все плыло в глазах. А, то есть не было резкости зрения? Не было резкости. Так, какое ощущение от лимфатического самомассажа, Верчик, скажи, пожалуйста, мне? Расслабление. Расслабление. Какое слово ты сказала сейчас? Какая твоя голова сейчас? Легкая. Легкая голова. Кайф ты сказала слово? Да? Отлично. Поэтому так вы можете делать самостоятельно. Смотрите на детей, они всегда говорят правду, они не лукавые. Слава тебе, Господи, говорю, у меня всегда есть пациенты не лукавые, дети. Пусть будет нежна и учиста рука массажиста. Вы сами не делаете, Доктор? Производитель не лукавые. Продолжение следует...